МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А на приобретение одежды и обуви в интернет-магазинах казахстанцы потратили почти 500 миллиардов тенге. Замечен спрос и на покупку готовой еды. Так объем электронных фуд-маркетов вырос почти на третий, достиг 45,5 миллиардов тенге. Также казахстанцы стали чаще приобретать в интернет-магазинах товары повседеместной необходимости. Например, детское питание в прошлом году заказали почти в 4 раза больше, чем годом ранее. В целом ожидается, что уже через 2 года рынок онлайн-продаж займет 15% розничной торговли страны. Еще один закон, касающийся налогового режима, но теперь уже на территории стран Евразийского экономического союза одобрили депутаты Сената. Радифекционный документ освобождает производителей, чьи товары попадают на территорию специальной экономической зоны России от налога на добавленную стоимость. Речь идет о свободных экономических зонах в Магадане и Калининграде, где условия свободной таможенной зоны не действовали. Там выгоднее было импортировать товары из третьих стран, чем у производителей Евразийского союза. Более того, сделать рынок прозрачнее и тем самым увеличить поступление от налогов страны ЕАЭС, намеренность с помощью навигационных пломб. После подписания закона президентом, норма вступит в силу и обезопасит транзит товаров. В Таджикистане внедряют биллинговую систему учета электричества. Жители Душанвы отмечают, что теперь их не беспокоят контролеры, так как новые счетчики устанавливают за пределами квартир, а оплачивать услугу можно, не выходя из дома. Энергетики же выделяют главное преимущество. Работа сетей стала прозрачной, а энергетические потери снизились. Интеллектуальные или, как их называют, умные электросчетчики проверяют в лаборатории. Дефект или поломка, возможно, даже у нового товара, поэтому лучше сразу выявить и устранить брак. Новые счетчики учитывают даже незначительные энергопотери, вплоть до остановленного в сети зарядного устройства для телефона. За год только одно такое устройство употребляет 1,3 кВт-час. Счетчик отреагирует, если кто-то пытается нарушить его работу. Сигнал об этом моментально поступает в информационный центр биллинговой системы. Вместе с установкой счетчиков меняют и старые провода. К новому кабелю самостоятельно подключиться не получится, поэтому хищения электроэнергии исключены. В будущем заменят и линии электропередач. Это позволит избежать энергопотерь во время передачи света от производителя к потребителю. На Норексской ГЭС уже заменили два агрегата из девяти. Они давно отслужили положенный срок. В стране сегодня теряется пятая часть всей перерабатываемой электроэнергии. А это негативно отражается на работе предприятий и на кошельках жителей. Об этом в своем последнем послании говорил глава государства. Он поручил в ближайшие два года сократить энергопотерю более чем в два раза. Результаты уже сейчас. И со временем показатели будут улучшаться, говорят энергетики. Через пять лет биллинговую систему ведут в девяти районах страны. Чтобы снизить энергопотери в Таджикистане, реализуют сразу несколько проектов. На них выделено 16,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обновление станции ЛЭП и установку более 800 тысяч умных счетчиков. Сейчас устанавливаем счетчики в одном из районов Душанбе. И уже есть хорошие результаты. С каждым месяцем уменьшаются энергопотери. В 2021 году они были на уровне 34%. Сейчас уже 18%. Замена всего оборудования Нурецкий ГЭС была необходима из-за износа всего оборудования. И не было гарантии для выработки электроэнергии в Республике Таджикистан. Из-за этого пришлось необходимо заменить всего оборудования Нурецкий ГЭС. Годовая выработка электроэнергии Нурецкий ГЭС составляет 1,1,2 миллиарда киловатт в году. После реконструкции всего оборудования Нурецкий ГЭС выработка электроэнергии Нурецкий ГЭС будет составлять 12,6 миллиарда киловатт в году. Поручается принять неотложные меры для создания единой и централизованной биллинговой системы, подключения интеллектуальных счетчиков и таким образом до конца 2025 года на уровне 9% снизить потери электроэнергии и обеспечить полный сбор средств за использование электричества. В Чили лесные пожары поставили под угрозу производство меда. От огня пострадали свыше 40 тысяч ульев. Стихия хватила уже больше 400 тысяч гектаров территории. Пчел имеет большое значение для выращивания фруктов и ягод, в частности винограды и черники, по экспорту которых страна занимает первое место. Власти уже заявили о запуске программы восстановления ульев. Пожары привели к беспрецедентной катастрофе с массовым уничтожением пчел. Это самая настоящая угроза продовольственному суверенитету страны. В ближайшие месяцы могут погибнуть тысячи ульев. Мы просим 100 миллионов долларов на восстановление сектора пчеловодства, инфраструктуры и сборов урожая. Субтитры создавал DimaTorzok